Лес рубят и даже щепки идут в дело. Наследник сразу трех советских лесхозов Читинского района, новое и уникальное для региона предприятие, взялось за дело не просто с рыночным размахом. Впервые в регионе, уверяют специалисты, можно говорить о стопроцентном соблюдении всех правил лесопользования. Наталья Горкина встретилась с дровосеками 21 века. На этой делянке от вековой тайги скоро и кустика не останется. Но рубка не варварская, а санитарная. Деревья высохли на корню после пожара 2008 года. Оттого и падают с глухим звоном. Качество плохое, наполовину короедом съедены. Здесь же деревья сортируются. Те, что потолще, еще годятся в переработку на пилораму. Тонким макаронинам уготовлена участь дров. На очищенных собках по закону о лесопользовании должны быть высажены новые деревья. Например, здесь еще вчера был горельник. Теперь полмиллиона вот таких саженцев. Пока они беззащитны, словно младенцы. Если граждане не будут посещать эти места, не будут разводить костер, лет через 20 будет все зелено. Ну, все зависит от граждан. Новые лесопользователи обязаны не только восстанавливать тайгу, но и уберегать ее от пожаров и черных лесорубов. Это требование государства. При этом активная коммерческая деятельность – закон жизни. Эта пилорама – скромное наследство советских лесхозов. А вот уже новый агрегат с компьютерным управлением и европейским стандартом качества конечной продукции. Новое оборудование мы уже закупили его. То есть сейчас оно у нас в стадии установки. Установим новое оборудование в течение месяца, дай бог, его запустим. И начнем перерабатывать, уже более глубокую переработку делать. Через месяц заработает станок, с помощью которого из опилы будут изготавливаться топливные брикеты. Со штампом сделано в Забайкале уже обрезная доска, брус, а скоро еще и евровагонка, половая рейка. В итоге активный подъем строительства. Рынок сбыта для всей линейки продукции сегодня есть, говорят экономисты. Поэтому наведение порядка в лесной отрасли и активное развитие переработки – задача стратегическая. Это отмечают и специалисты контролирующих структур. Я в общем-то за, чтобы приходили не рвачи, не хопачи, а чтобы нормальные люди, чтобы они работали, зарабатывали деньги себе и приносили пользу лесу. Наталья Горкина, Денис Пузырев, Вести, Чита.